Время 90-х годов прошло, я даже больше скажу, 2000-е прошли, нулевые, и скоро начнут падать мамонты и большие-большие динозавры. О чем я хочу сказать? В 90-е годы создали и 2000-е, в это время создалось очень много олигархов и очень много больших компаний, крупных. Уже даже начали появляться казахстанские транснациональные компании, и они влияют очень сильно на экономику страны, они влияют на экономику соседних стран, они влияют на политику даже где-то, но вот эти атташки, им по 80 с лишним лет многим, и они начнут скоро уходить, к сожалению, то есть это обычный физиологический процесс, люди умирают. У нас сейчас близится время правильной или неправильной передачи наследства. У атташек этих по 5, по 2, по 2 детей, бывает даже больше детей, есть еще внебрачные дети какие-то, да, и вот эта дележка наследства, она начнется уже скоро, и не все компании выдержат. Очень важно таким компаниям задуматься, кому они будут передавать свое наследство, как это будет происходить, потому что очень часто люди находятся в иллюзорном мире, что все дружные, мои дети друг с другом не поругаются, они будут всегда друг друга ценить. Никакими, никакими юридическими проволочками, никакими какими-то моральными установками и целями вы не удержите детей, чтобы не пересраться друг с другом из-за денег. Потому что когда идет война за большое наследство, все становятся сволочами. И очень мало бизнесменов, которые правильно воспитывают своих детей, которые правильно при жизни распределяют свое наследство. Для того, чтобы поделить правильное наследство при жизни, очень важно научиться не манипулировать детьми через деньги. И если ты этого не умеешь, тебе ждет огромный проблем. Если твоя семья не научилась обычным человеческим качествам, вас ждут огромные проблемы. Если вы не сможете усмирить свою гордыню, и тем более гордыню своей жены, вас ждут огромные проблемы. И поэтому я говорю, что скоро начнут падать мамонты. Это очень обидно. Почему? Потому что ни у государства, ни у предпринимателей крупных нет механизма, явного механизма, который бы подхватил их бизнес. Я надеюсь, что есть огромное количество предпринимателей больших, которые, изучив международный опыт, начинают внедрять передачу наследства. Своим детям. Это будет первый раз за всю историю Казахстана, цену современного Казахстана, передача наследства своим детям. Я уже про внуков молчу, там совершенно другая история. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какие проблемы еще их ждут. Как ты думаешь? И напиши, как ты будешь передавать свое наследство, если у тебя есть квартира, машина, или у тебя вдруг две или три квартиры, а детей пять. Как ты будешь им передавать? Какие механизмы работают у тебя?